В Твери в историческом парке «Россия. Моя история» стартовал месяц финансовой грамотности. Это своего рода образовательный марафон, который помогает жителям Верхневолжи разных возрастов, от первоклассников до пенсионеров, ориентироваться в денежных вопросах и научиться принимать разумные финансовые решения. Все тонкости обращения с деньгами расскажут опытные лекторы. Подробности у нашего корреспондента. Месяц финансовой грамотности будет проходить в рамках региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения в Тверской области на 2020-2023 годы. Площадка «Исторический парк «Россия. Моя история». Участники и взрослые, и дети. Для каждого свой формат подачи полезной информации, говорят организаторы. Например, для ребят первых классов сегодня пройдет финансовая сказка от нашего педагога по темам финансов. А для ребят постарше пройдет финансовый квест и финансовый квиз тоже. Мы стараемся делать форматы интересными. Не просто лекции, это интересные игры, интерактивные такие форматы, которые позволяют погрузиться детям в разные форматы основ финансовой грамотности. Для взрослых сегодня к нам приезжают спикеры из Москвы и Ярославля финансового университета. Также среди участников молодые семьи, студенты и пенсионеры. Опытные лекторы расскажут слушателям о деньгах все. Для малышей это будет первое серьезное знакомство с понятием финансов. А для слушателей постарше много полезных лайфхаков, как сохранить и приумножить средства. Для школьников старших классов, особенно студентов, это вопросы, которые упираются в основном в киберграмотность, в правильность применения тех или иных финансовых инструментов. Для трудовых коллективов, которые до пенсионного возраста, как можно применять те накопления, которые есть у нашего населения. Для жителей, которые уже перешли в категорию пенсионеров по поводу различного урода негосударственных пенсионных фондов. Первый же день марафона среди гостей были учащиеся младших классов тверских школ. Как рассказала один из педагогов, сопровождающих первоклашек на данном мероприятии. В ходе лекции малышам рассказывают о финансовой безопасности. Я считаю, что это очень важно для маленьких детей, особенно с такого маленького возраста. Потому что дети должны понимать, в какой мир они сейчас пойдут. Сейчас 21 век, очень много обманов. О кибербезопасности и о том, как вести себя с мошенниками, подробно рассказывают и старшему поколению. В регионе мероприятия по повышению финансовой грамотности население проводят уже третий год. Мероприятие имеет немаловажные значения. Для социально-экономического развития как нашего региона, так и страны, важно, конечно, чтобы все наши граждане умели управлять финансовыми ресурсами. С собственным бюджетом. Поэтому, конечно, это очень важный навык, который необходимо приобретать. Организаторами месяца финансовой грамотности выступили Министерство финансов, отделение Банка России, Центр финансовой грамотности. Всего в первый день работы марафон посетили около 500 человек. А всего лектора планируют повысить финансовую грамотность более чем у 5000 жителей Верхневолжья. Кроме Твери, подобные мероприятия проводятся в муниципалитетах. Продлится марафон финансовой грамотности до 8 октября.